Зачем Бог дал? Израилю Тару. О нем сегодняшняя программа. Может быть, услышав этот вопрос, зачем дана была Тара, вы задаете встречный вопрос. Как зачем? Ну вообще, Израиль без Тары это не Израиль. Евреи без Тары это не евреи. Я бы на него ответил, на такое заявление я бы ответил так. Ну это смотря как посмотреть. С одной стороны, да. Но с другой стороны, давайте вспомним, что евреи появились за несколько столетий до того, как Бог дал Моисею Тару на горе Синай. Авраам, Ицхак и Яков, працы нашего народа, вступили в завет со Всевышним о том, что Он даст их потомству землю ханаанскую, вечное владение, что Он будет их Богом и что Он произведет от них великий большой народ. И Бог исполнил это обещание о великом народе в то время, когда мы были в Египте, когда мы были там не просто в Египте жили, а когда мы были там рабами. Помните, есть такая фраза, что чем больше народ угнетали, тем больше он умножался. И там же в Египте Бог услышал наш вопль от тяжелой работы и вывел нас из рабства, чтобы исполнить вторую часть обетования данного нашим отцам, то есть ввести нас в землю обетованную. И вот тут-то между Египтом и Ханааном, землей обетованной, в Синайской пустыне на сцену выходит Тара. Это происходит на третий месяц после исхода. Бог говорит народу через Моисея следующее. Вы видели, что Я сделал египтянам, как Я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Это написано в девятнадцатой главе книги Исход. Народ отвечает. Все, что сказал Господь, исполни. И затем Бог дает Моисею заповеди, и народ снова после этого говорит. Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. На иврите это известная фраза. Наосе венишма. В двадцать четвертой главе книги Исход это обещание, которое народ дает Богу, повторяется дважды. Бог дает Израилю заповеди. Для чего? Для того, чтобы Израиль не только назывался народом Божьим, как он уже в принципе назывался к тому времени, когда уже еще во время Исхода Бог говорит, что это мой народ, это Израиль первенец мой. Бог уже называет Израиль своим народом. Еще до Тары. Бог дает теперь заповедь для того, чтобы Израиль не просто назывался народом Всевышнего, так сказать, за заслуги праотцов. Но теперь, чтобы он и жил соответственно, а не как окружающие его язычники, которые поклоняются Идлу. Если Израиль будет жить свято, то есть по заповедям Божьим, то тогда он сможет свидетельствовать своей жизнью окружающим его народом о едином Боге, который вывел его из Египта. И быть тем самым царством священников и амсгула, народом святым, которым уделом Божьим, которым Бог призвал его быть. И в этом была первая цель, с которой Бог дал Тару. Освятить Израиль. То есть отделить его. И не столько от язычников, сколько от язычества этих язычников. Почему может возникнуть вопрос, Тару нужно было дать? Разве Израиль сам не знал, как должен жить народ Всевышнего? Ответ нет. А откуда нам было это знать? Когда мы были в Египте, у нас было только предание о Боге наших отцов. А там, в Египте, мы жили среди идолопоклонников. И более того, мы были там рабами. Все, что у нас было, это просто вот это предание о Боге, который заключил завет с Авраамом, Ицхаком и Аковом, которым мы как народ произошли. Но не более того, никакого большего знания о Боге, о его требованиях к нам у нас в Египте не было. И вот после исхода из Египта по дороге в землю обетованную, Бог обновляет с нами тот завет, который он, в принципе, заключил еще с отцами. И дает свою тару, то есть, свои заповеди и уставы. И он говорит нам, что если мы будем соблюдать эти заповеди, то у нас все будет хорошо. И в отношениях с ним, и вообще в жизни. То есть, мы будем благословенными людьми. Если же мы не будем слушаться его, то все будет плохо. И в отношениях с ним, и в жизни. Придет проклятие. Вот такой у нас с ним был заключен договор. Завет это договор, по сути. И вроде бы все честно, правда? То есть, за послушание будет тебе благословение. За непослушание тебе будет Израиль проклятие. Завет заключен с нами как с народом. Не просто с отдельными людьми, с израильтянами. Но так же, как с народом, как с единым целым. Теперь давайте послушаем, что сказано об этом договоре в послании к евреям. Я читаю с главы 8, стихи 7, 8 и 9. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их, в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. То есть, не Синайский завет. Потому что, почему, это важно, они не прибыли в том завете моем. И я пренебрёг их, говорит Господь. Недостаток Синайского завета. Недостаток Синайского завета, что ты сказал? Да, я сказал, недостаток Синайского завета. Это то, что написано здесь, в послании к евреям. Это цитата фактически из Еремии. Он дальше цитирует пророка Еремию, автор послания к евреям. Недостаток этого Синайского завета, из-за которого была необходимость заключать новый завет, этот недостаток был не в Таре. А в том, что этот завет зависел от нашего послушания Богу От нашего исполнения этого завета Или от нашего неисполнения этого завета То есть, этот завет предусматривал возможность нарушения его нами Этот завет был заключен с святым Богом, с одной стороны С грешными людьми, с другой И Тара, и вот этот момент очень важный, я хочу подчеркнуть его Тара, которую мы получили на Синая При всей своей святости не делала нас, получивших ее, менее грешными по природе своей Она не давала нам силу жить так, как требовала от нас Она предъявляла требования, правильные требования, справедливые требования, прекрасные требования Но она не предоставляла нам возможность, силу духовную Исполнить эти требования Исполнение должно было быть целиком и полностью нашим собственным А вопрос, мог ли вообще человек, живший в таком завете, исполнять Тару То есть, быть праведником С одной стороны, когда мы читаем Писание Создается впечатление, что кому-то это удавалось Например, Первый Псалом Очень подробно описывает качество праведника Такого человека, который день и ночь проводит в размышлении над законом Господним Соблюдает его, изо всех сил старается В притчах очень много говорится тоже о том, как праведник ведет себя Как он смотрит на вещи, как он относится к вещам И пророки Танаха тоже время от времени говорят о праведниках и грешниках в самом народе Божьем То есть, есть в народе Божьем разные люди Народ это нечто единое и целое Завет заключен со всем народом Но среди этого народа есть отдельные люди Бог смотрит не только на нас, как на единое и целое Но также на каждого отдельного человека Кто-то в народе Божьем всерьез воспринимает Тару У них есть страх Божий Это праведники Кто-то грешники Хотя и называются народом Божьим Принадлежат народу Божьему И в Новом Завете мы даже видим примеры таких праведников Это, например, родители Иоанна Крестителя Захария и Елизавета или Елишева Если называть ее на еврите О которых Лука в первой главе своего Евангелия пишет в шестом стихе так Послушайте Оба они, Захария и Елизавета Были праведны перед Богом Поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно Постол Павел тоже говорит о себе Что до встречи с Ешо он был по правде законной Это его выражение То есть по той праведности, которую требует от человека закон Он был человек непорочный Написано в послании к филиппийцам Третьей главе шестом стихе То есть с соблюдением закона Павел говорит, у него было все, в принципе, в порядке Это означает, что закон, в принципе, соблюдать Было можно, по крайней мере, до определенной степени Что значит до определенной степени? Что это за выражение такое? То есть что ты хочешь сказать? Не в совершенстве? Конечно, не в совершенстве Потому что закон не предусматривал Что люди, которые будут исполнять его Они будут совершенными наоборот Он предусматривал, что эти люди будут грешить И даже самые святые из этих людей Будут грешить Именно поэтому в законе есть целая система жертвоприношений Как мы с вами знаем Жертв за грехи Праведники были праведны не только потому Что они изо всех сил старались удерживаться от зла И делать добро Но еще и потому, что раз в год Первосвященник приносил в день искупления жертвы За грехи неведения народа Как об этом написано Опять-таки в девятой главе послания к евреям То есть закон можно было соблюдать И считаться праведниками У Господа всегда в его народе были такие праведники Так называемый остаток Так что можно сказать, что закон прежде всего Это первая цель, с которой он был дан Закон бросает еврею вызов Жить по высокому стандарту И кто-то действительно жил по этому стандарту По крайней мере до какой-то степени Но закон одновременно с этим Делает еще кое-что И вот это его действие Оно, надо прямо сказать Оно болезненное действие И поэтому оно и понимается И принимается иногда с трудом Павел пишет, что закон производит гнев И буква закона убивает Он говорит, что законом познается грех Более того, он пишет, что грех черпает свою силу Ни где-то, ни в дьяволе Он черпает свою силу грех И не в аду А именно в законе 1 Коринфянам 15 глава 56 стих Так и говорит об этом Жало же смерти грех А сила греха закон Это одни из самых негативных Высказываний Павла О законе Как такое может быть Закон, который святой Бог Дал Израилю, своему народу Для святой жизни На самом деле является источником Не святости, а греха Это парадокс Это очень странно И Павел объясняет Как это происходит Говорит об этом в 7 главе Послания к Кримлянам Там он ведет диалог С воображаемым собеседником И в переводе Кузнецовой Этот диалог звучит так Собеседник спрашивает Римлянам 7 глава 7 стих Значит закон То же, что и грех Разумный вопрос Потому что чуть раньше В 5 стихе Павел говорит Когда мы жили Подчиняясь своей низшей природе Греховные страсти Послушайте Греховные страсти Подстегиваемые законом Действовали в нашем теле Для того, чтобы приносить Плоды смерти Тут мы должны с вами сказать Стоп Каким это образом Закон Святой закон Данный святым Богом Подстегивает во мне Греховные страсти Как это может быть? Немыслимо Очень просто Все знаем, как это работает Павел пишет об этом Во второй половине 7 стиха Отвечая своему Ображаемому собеседнику Если бы не закон Я и не знал бы Что такое грех Если бы закон не сказал Не пожелай Я и не знал бы Такого желания И лучше всего По-моему Вот этот фокус Можно так сказать Или эту вещь Объясняет Есть такой Юджин Петерсон Который написал Парафраз Библии И Танаха И Нового Завета Парафраза Это называется По-английски The Message По-русски Послание Отдельные главы Его переведены По-моему На русский язык Я перевел Несколько стихов Из этого парафраза Из 7 главы Послания Кремля Послушайте Это потрясающая вещь Мы с вами должны Это понять Я объясню почему Пожалуйста Послушайте Грех Смог Извратить Заповедь И сделать Из нее Искушение Превратив Ее В запретный Плод И закон Вместо того Чтобы направлять Меня Теперь Соблазняет Меня Пока Закона не было Грех Выглядел Скучным И безжизненным Я не обращал На него Столько Внимания Но когда Грех Прибрал Закон К рукам Он стал Выглядеть Гораздо Более Привлекательно Грех Стал Выглядеть Гораздо Более Привлекательно А я Попался Та самая Заповедь Которая Должна Была Направлять Меня К жизни Была Использована Грехом Для того Чтобы Поймать Меня В ловушку Так Грех Ожил А я Умер Мы стали С вами Грешниками Не на Синае Когда Был дан Закон Мы стали Грешниками Где В Эдеме Мы наследовали Свою греховную Природу От Адама Правда Грех В нас Действует Самыми Различными Путями И один Из них О котором Павел Говорит Здесь Который Нам с вами Важно Понимать Чтобы Найти Свободу От греха Это Принцип Запретного Плода Который Сработал Как раз В случае С законом На самом Простом Примере Этот Принцип Можно Пояснить Так Слушайте Меня Внимательно Сейчас Не думайте О зеленой Макаке Которая Строит Вам Хитрую Улыбку И протягивает Спелый Банан Еще при этом Беляет Хвостом Ни в коем Случа Не думайте Об этой Макаке Это Страшный Грех Который Влечет За собой Страшное Наказание Ни в коем Случа Не впускайте Ее В свое Воображение Кстати О чем Вы думаете Сейчас Что у вас В уме Уж не о макаке Ли вы думаете Может быть О спелом Банане Нельзя Ну как Получается А если Мы сейчас Возьмем Экран И на него Выпустим Все что у вас В голове В данный момент Озвучим Нарисуем Все образы На этом экране Будут Как на телеэкране Просто съемка Из вашего мозга Из вашего воображения Не окажется Ли там Этой макаке Чтите Я буду искать Эту макаку Именно ее Не розовую И не белую макаку А зеленую Которую нельзя Представлять себе Понимаете О чем я говорю То есть Закон Он призывает Нас К святой жизни Но не только Он также Выявляет Нашу греховность Нашу неспособность Жить По Нему И в стихах 12 и 13 Павел Заканчивает свой диалог С воображаемым Собеседником Так Он говорит Сам закон Исходит от Бога И заповеди его Святы Справедливы И хороши На этот собеседник Дальше отвечает Вопросом Как своим орудием И принес Мне смерть И так Благодаря заповеди Становится еще яснее Насколько Грешен Грех С вами когда-нибудь Бывало такое Что вы хотите Как лучше А получается Плохо Что что-то хорошее Что у вас есть Кто-то плохой Берет Ваши честные показания Например Правду Которую вы сказали Самыми лучшими намерениями Кто-то злой Берет Эту правду И использует ее Против вас Что же Виновата Ваша честность Виновата истина Которую вы преподнесли Человеку Нет Виноват Его злой характер Правда Не виноват Виноват Кто-то злой В данном случае Кто-то злой Это наш грех Это наша греховная природа Вот почему Павла иногда не понимают Вот почему он говорит Такие резкие И негативные вещи Которые Кажется Он говорит о законе Он говорит их не о законе Кто-то использовал Святой И праведный Закон Божий Это наша греховная природа Таким образом Хотя закон До определенной степени Удавалось исполнять Тем Кого писания называют Праведниками По большому счету Мы все равно все Преступники Перед законом И именно поэтому В истории Израиля Мы видим снова и снова Как народ Если говорить о народе В целом Оказывается вне послушания Бога Навлекает на себя Его гнев и проклятие Вплоть до Рассеяния Сначала вавилон Потом во все народы Мы нарушили Синайский завет Причем нарушили его Не единошно За нашу историю Именно поэтому Нам нужен новый завет Нам Дому Израиля И Дому Иуды Нужен новый завет Который уже будет стоять Не на нашем Послушании Или не послушании А в первую очередь На верности Самого Бога Итак Вот три цели С которыми Был дан закон Во-первых Показать нам Насколько свят Господь Бог наш Такой жизни Он призвал нас Как его народ Вторая цель Показать нам Что исполняя его заповеди Одними лишь Своими собственными силами Мы рано или поздно Все равно провалимся Закон показывает нам Что мы преступники Третья цель Что через признание Этого грустного И неприятного факта О нас самих А также через Примеры И жертвоприношений Которые есть В этом законе Через эту систему Искупления Которые там есть Чтобы мы пришли К Мессии Который может Решить Проблему Греха И о том Как Мессия Освобождает нас От греха В следующих программах Оставайтесь с нами Спасибо Дорогие друзья Шалом Мы рады приветствовать вас На нашем веб-сайте Оазис Медиа В 2013 году В январе Мы запустили этот проект И наше желание Было выставлять Максимальное количество Мессианских Видеоматериалов Чтобы интересующиеся Могли понять Рассмотреть И выучить Какие-то Аспекты Библии С еврейской позиции Уверен Что это помогает вам О вашей вере Чтобы становиться И возрастать И понимать Писание Намного больше Вместе с этим Я хочу напомнить вам Что Этот волонтерный Добровольный проект Мы ведем Выкладываясь полностью И лучшие люди Работают над ним Это стоит нам денег Я Не очень Люблю Просить Но В данном случае Обращаюсь к вам С просьбой Если Господь располагает вас Ни в коем случае Вы ничего не обязаны И вы Все-таки захотите Пожертвовать Два Пять Три Доллара Сколько Захотите То При множестве Это усилит Наши возможности Переводить Материалы С иврита Давать вам Видеть Большее количество Учений И я уверен Что это будет Благословение И для вас И для нас Мы создали Такую возможность Если вы нажмете Вот на эту кнопку Донейт Пожертвовать И войдете в нее То Там будет Возможность Через Пейпал Систему Сделать Небольшое Пожертвование Это будет Благословением Уверен Для нас Уверен Для вас Пусть бог Благословит вас Спасибо Что вы с Oasis Media